Мадонна Севера, Каюр и Жизни Коряков Огромное количество приезжало туда писателей, огромное количество художников. Мы это все пришлось нам изучить для того, чтобы труд оказался, знаете, не такой поверхностный. Когда вот, да, приехали, увидели, вот там стояла и ранга, там вот мы встретили человека, а это именно доскональное изучение. И проект получился научно-творческий, глубоко научно-творческий. Материалы для книги при поддержке фонда президентских грантов собирали в течение двух экспедиций, в которых побывали 13 человек – представители ассоциации НИКа и жители Одинцова. На систематизацию и публикацию издания ушло всего 4 месяца. При этом книгу соавторы по праву считают уникальной. Есть отдельные брошюрки, есть отдельные какие-то статьи о праздниках или, например, о нарядах, или, например, о декоративно-прикладном искусстве. Есть отдельные маленькие брошюрки, они на Камчатке существуют. А вот такого вот издания, которое бы все это собрало вместе, но его нет. Поэтому я считаю, что издание уникальное. Ольга Васильевна с удовольствием рассматривает красочные издания. В свое время в библиотеке Лесногородской школы, которой она заведует, ассоциация НИКа провела по теме «Уникальная Камчатка» мастер-класс и презентацию второй экспедиции. Дети с интересом открывали для себя этот край, сами делали рисунки по этой теме и даже попросили провести занятия повторно. Я вот считаю, что это достояние страны, достояние Родины, что именно вышла такая книга, которая пропагандирует жизнь уникальных народов, их культуру, искусство и самобытность. Мы же об этом не знаем, мы об этом мало читаем и мало знакомимся. Книга напоминает, что такие народы сохранились в нашей стране. Есть и уголки с незабываемой природой, которые вдохновляют писать картины и стихи. Камчатка, просторы твои окрыляют, природа не просто подруга, сестра. Нам ветры чудесные песни слагают, и слушать их можно всю ночь до утра. Наталья Гончарова, телекомпания «Одинцова».